упускаем какой-то фантом лансер тоже пл против верно уже так себе мне кажется верно все-таки более-менее иллюзии от пуши убрали но сейчас посмотрим что там команда фнатик но для меня все равно к это пак потенциально нравится перед четверка все правильно пока добрали позицию 4 здесь сейчас будет оффлайн скорее всего для егэта что на сталкерская это четверка но и из таких героев это какой-то трайдер это пак хотя бы трайдера тоже давно не видела пугна я видел пикали универсу правда как-то с пугной у них неудачно получалось интересно сегодня эти два саппорта и опять-таки ничего не делают сегодня много мы видели мы видели и я говорил еще месяц назад что мне кажется в скором времени энчантрас будут заполнять турнирную мету слушай ну пока что мне все равно какая-то потенциально там пашка нравится для фнатиков против вот это энчи под дазлом какой-то фантом лансер мне нравится но пашка против верны не шибко что хороший герой фантом лансер какой-то то нравится вертолет не нравится вот наверное эти герои бы выделил в первую очередь но гирокоптер откровенно не герой мне кажется в этой мете да он может против в нче очень хорошо постоять и по игре против в нче он назойливый но у егэ еще есть два пика и там будут первой и второй позиции герой и вертолет мне кажется будет там откровенным мясом когда ты можешь его заранее каунтер пикнуть вариант спелом опять-таки против вверны она иллюзии более-менее убивает да ты можешь конечно же сжечь всю ману в колдом брейсе но убить ты никого не можешь сплит пушить ты хорошо не можешь это эмбер можно не знаю какой там может быть даже эмбер почему именно он то есть все таки с бестом наверно хотелось бы кого-то мидера чуть поактивнее конечно бестом можно играть тоже очень активно с медалькой но но не знаю какой-то еще такой герой который темпу да бруда для фнатик вот ты говорил фнатик очень редко играют но могут сыграть тут вопрос поэтому лично для меня кто на ней будет играть потому что все таки это бруда объективно или экскалибур или энви кто-то из них тренировал но мне кажется что наверное экскалибур да потому что очень много мидеров стали сейчас тренироваться на бруде после только этот герой вошел в мету тогда бан тимбера тоже выглядит более закономерным но пока свен какой-то выглядит хорошо однозначно помимо свена еще не знаю кого выделить кому видели сегодня брали впл химик на этом не то ну блин но какой-то свен по-моему выглядит однозначно хорошо по моему алхимик может вполне зайти для егэ почему нет ну вот кто ему что здесь делает этому алхимику по моему алхимик замечательность мне нравится для играют в теории какой-то свен эмбор то есть что такое добрать свен мне всегда нравится против бруды тоже то есть я конечно будет сикер интересно просто мне кажется будет сикер страдает это против бороды как по мне один из худших героев если честно объясню попросту я сам недократно когда играл на тебя кидают раптуру тебе вообще на эту раптуру наплевать ты под ультой брудой просто бежишь тегла на кого-то грызса то есть я под этой раптуры три героя просто чейзил убивал потому что ну не раптура домашняя сразу же выхиливаюсь под своим ультимейтом то есть и как по мне будет сика очень сильно страдают против бруды и бист как по мне тоже по-своему хорош против блудсикера нужен был какой-то герой все-таки вот каким-то таким ауе потенциальным который мог бы хорошо справляться с умонами и с бурдой будет секер может это просто керри был секер может это не обязательно мид нет это точно не мид по игре даже по игре по игре до его играть но я не знаю я не эксперт но даже на сайфлэйне я не могу сказать что было секера мне прям так здесь нравится во первых у нас уже имеется два кора это энчандра с блатикер без дизейбла соответственно мид придется добирать кого-то дизейблера потому что пока что у нас станов у ег 0 если можно как-то посчитать за стану тимойт виверны то ну хорошо пускай будет один этого явно мало пока хорошо играть ну пока против бруды мне кажется такси вариант был так себе он даже в миде тоже у него возникают определенные проблемы конкретно в миде стоит для фнатик все таки наверное героя для на сайфлэйнк вот еще нужен для энви тяжело угадать конкретно все таки мне кажется против энчи должен добрать что герою которого не будет возникать проблем на линии то есть pl pl будет сикер против него неплохо ну блин кого мы там обсуждали герокоптер по пл какой-то блин все равно мне кажется один из этих героев мог бы неплохо зайти но в субая но в сад тоже потенциально такой герой который против ну и что герой для сума его скорее всего для сума его скорее всего да и какой-то герой под блудсикера тоже еще должен быть которому можно навешивать баф ну что пока что будет игрались энергии в этом пике тоже нету я даже так затрудняюсь раз ответить кто это может быть не знаю тоже то что что они предпримут какого героя не тут затумали мне почему-то кажется что егэ как-то тоже не особо готовы против но что-то тут егэ если честно вяленько вяленько вот этот плотикер мне кажется он больше ломает картину я рассчитывал немного на других героев здесь опять-таки уже с дизейбами проблемы и с пушем хайграунда проблемы и на линиях могут быть против бруды продли проблемы и какой герой может вот это все починить я даже затрудняюсь ответить прям сразу посмотрим что егэ придумают может быть и они затрудняются потому что прям тратят уже почти весь бонус тайм это тролль по аналогии с вп ну посмотрим посмотрим как это сработало спик тролля неплох все что я могу сказать то что тролль мне здесь нравится но вот в общей с энергией с героями ягэ если вместо блудсикера еще кто-то был другой пик можно было бы назвать хорошим так есть тоже свои кита там недостатки посмотрим что возьмут фнатик мне кажется им нужно пик разбавить мэджиком потому что у них пока напрашивается некрофос какой-то но это деспрофит это бруда в легкой по итогу что ли я думаю многие люди наверное мечтали бы увидеть тормозные на бруде и у нас наконец-то есть такая возможность а бруда в легкой разве что-то нча делает по моему не особо я этот матчап считаю то что нча может хорошо стоять она особенно если кого-то еще крипа возьмет там витраду у кого-то еще что она даже может вначале прям бруду на лайне очень сильно выиграть если она возьмет двух крипов ну что же вторая карта между evil geniuses и командой фнатик начинается прямо сейчас на мы возвращаем слово комментаторам вилату и light of heaven ну что погнали смотреть дим как тебе пик фнатик больше нравится чем первая карта лучше чем предыдущей карте намного намного ну да хоть есть какой-то смысл и шанс я не знаю никаких травелов никаких радиансов никаких а это мы сейчас посмотрим надеюсь я надеюсь все можно еще на бруде можно сварить радианс первым артефактом не можно на думаю энвес играет как как играет ноги как дизолятор момчик там что-нибудь еще сверху я даже могу поспорить что так не будет вот я не верю в то что энвес играет матом по вайновскую вот эту уверенную хорошую бруду с которой был пройден интернешнл и так далее так далее так далее так далее мне кажется что сейчас будут какие-то интересные идеи ну давайте посмотрим диджей сразу делать репорт катится на вражескую половину кстати скорее всего успеет поставить вард и на и сталкер может его не запалить так вард поставлен на и сталкер тут же бежит в вражеский лес и тоже ставит об север вард и пока все чисто да ну что энви на бруде диджей на распирите экскалибр на диспрофит дазл на пайлайдай дазл на пайлайдай пайлайдай на дазли конечно же и ахая на брюмастере у команды фнатик ну а у егэ сумайл играет за сикера артизи кэрри тролли юниверс хардова энчантера сфер винтер виверна и крит роуминг night stalker посмотрим что что получится ну я надеюсь бруда у нас покажет себя во всей красе честно говоря сегодня явно не день бруды я считаю что по-прежнему ликвиды упоролись в свой бруд мазар и мягко говоря бруд мазар как бы была отконтрена всеми возможными способами и я надеюсь допустим ликвиды в следующий день покажут что-нибудь новенькое а то уж слишком легко виртуз а их зауме в третьей каточке но вирт отправляется на низ да и находят р-спирит р-спирит чекает он хочет там хочет понять где же будут сейчас находится игре и куда именно пойдет энчантера с и для р-спирита есть очень нехорошие новости насколько я понимаю чад раз пойдет на легкую линию бороться против бруды и пола дай сейчас погибнет забавно что же ты натворил пола дай просто юниверс пошел дал фабе он просто решил вкачать я такой универс иди сюда ну да на первом левеле я тебя буду сейчас гнобить а вот это вот да вот мы с артуром артур во время аналитики говорил о том что он месяц назад еще упоминал вас даже в твиттере был интересный разговор когда одна из команд играющих сейчас в этой игре сейчас это берифнатик в одном из матчей которых мы комментировали квалификации на какой-то мажор или минор они взяли энчу и энви пошел в легкую на это энче то есть это было не оффлейн энча как сейчас у юниверса по сути просто стоящая в лёгкой линии это реально было керри энча и в сложной у них стоял там какой-то бестмастер ну то есть был нормальный пик только в легкой было энчантера с и я довольно сильно пригорел потому что ну понятно дело игра была проиграна в полный салат чатерс не сделал абсолютно ничего на роли кэри ну точнее это было просто типичная энчантера с оффлейна и команда проиграла там 25 минут потому что у них просто героев не было здесь мы видим тоже вот такая вот энча но энча очень интересно что будет делать против нее энви вот в чем вопрос ну как минимум бить универсу будет очень трудно да все таки универс скачает посевочку и универс своей посевочкой контрит всех паучков и соответственно единственное что может сделать энви это просто фармить за счет топорика и своих пацанов то есть если что допустим энви в этой ситуации устраивает это например если он будет играть все крипов на линии тут нас забирает фира и при этом еще будет фармить нейтральный кэмп то есть принципе он должен на фарм это много больше чем учат раз наверное да наверное да несмотря на то что у инчи там будет левел хороший и так далее я тоже в принципе должна свой фарм получать но помешать особо бруде она вряд ли сможет поэтому ждем здесь от энви наверное такой это фактически 3 пара на этой линии при смотрим что энви оттуда вынеси да вот собой интереснее всего что интереснее всего что же произойдет на линии здесь на линии снизу здесь как мы видим у нас такая необычная дабл линии в виде дазла и без мастера и на вид на этой линии довольно таки свободно чувствует себя артизе находясь под защитой винтер верны то есть не такая линия что как бы им очень трудно убить до золотого станок защитный герой без мастера он пока не получит 6 тоже убивать не так хорошо но имеется и распред который если промажет допустим своим своей покатушкой то опять же убить никого не получается я вообще так смотрю и думаю что будет когда у тролля будет хороший левел когда будет готов бить блэдсикер когда бы готов бить энчандры просто роль будет включать ультимейты по всем трем линиям будет убивать до жать и топтать так и будет конечно же так и будет поэтому фнатиком нужно придумать хоть что-то например каким образом они втроем будут снизу овнить даблу что пока честно говоря вот я смотрю на троллей понимаю что он слишком легко здесь стоит слишком просто он подходил к рипам а теперь они решили свапнуться теперь энчатрос идет на сложную линию опять же и будет таким пиком сделать что-либо тяжело ну а тролли плюс-минус хорошо стоит против родмазер один на мы это уже видели в прошлой игре да вот ты чай здесь получает тот самый яд и очень неприятно здесь ахая ахая и еще одна . почему не убегал хороший вопрос почему решил что он сможет убить энчатрос тоже непонятно но зато есть маленький плюс для того что распирит напрягает сумаила и доспрофит продолжает плюс-минус нормально пара знаешь после этого свапа проблемы сразу начинается уэнби потому что если он сейчас подставится он тут же делать и поут он тут же делать и поут тут же свап полетели ну и тут же нужно делать свап снизу а вот по этой решил как бы сделать свап немножко другим способом у него грива до сих пор нет первый левел что ли да он решил просто не качать хил в 2 это конечно прикольно если ты стоишь на линии с брудой например да да загнали сумаила в миде чуть расслабился а он один раз его фактически убили но он решил не полностью отхилиться вернуться ну и били его окончательно сказать тут артизи гоняет пошел слаб линиями туда назад его первые сместили заработали фраг ну и вот смещается диджея тут погонял немножечко night stalker но убить не может веселое начало игры перемещается одна вторая команда ну раз уж нету грейва удастся то можно прямо сейчас заваливаться night stalker наверх прямо сейчас нападать на дадла с бисмастером и втроем они будут очень легко убивать если подойдет еще и винтер верно но night stalker немножечко другого мнения у него имеется даст и было бы здорово прямо сейчас напасть на брудмазера и именно этим крита собирает заняться кстати вот именно убить бруду возможно быть не так легко да уже не так легко как бы довольно плотная бруда сетка второго уровня она бегает вот он даст вот он бежит энди вот они пучки вот они бьют ее с руки как как бы поздно начал делать т.п. но в любом случае если бы он сделала раньше то выживал да 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 может быть оба сразу на делать т.п. ну да то есть я думал да не ждал артура наверное знаешь возможно да тур мало кто ждал артур тут же переместился вниз продолжаются нас побегушки по всей карте и пока играете побегушки выигрывают они все время на шаг впереди было бы здорово кому-то переместиться вниз и теперь прогнать тролля тут все время врывается на сумаила очень хорошо играет диджей за спирта и сумаил в очередной раз должен погибать но пока еще плюс-минус живет бежит за ним и скалибр подходит night stalker сумаил успел вер убежать от крипс в арма и в результате живет неплохо быстро передвигается это огромный плюс конечно и поэтому нравится пики с этим парнем и например как-то вина монстрами чем-то таким что на линии очень быстро опускает кп на какой-то далекой этот парень просто бегает помиду и очень тяжело поймать очень тяжело бороться юнис уже 6 центре вард стоит подходит любой герой и бродмазер умирает тут может даже т.п. не помочь винтер верно находится на позиции в принципе пока стоит центре чатра сможет позволить себе потихонечку отстреливать паучков или тут же ставится 3 варда теперь энви чувствует себя безопасно ничего скоро раздевардят прекрасно это eternal и понимает страна или поздно сюда кто-то придет на большую по крайней мере по-прежнему напасть не может вот в виде rapture скалибур пытается выбежать выбегает учить много дамажа два сифона бросил но не хватает этого фир зарабатывает фраг миде на экскальпе да убил сам себя то есть если бы он изначально просто бы стоял на месте не бежал то велика вероятность что с любым плюс один он бы выживал так не вышло так ахай у нас очередной раз пулит файлой дай выходит на линию продолжает показывать насколько полезен в этой игре хил тролль как бы у нас часто понемеет поэтому смело может стрелять и фармит леса и самое интересное происходит теперь естественно сверху сверху eternal and visa бродмазер продолжает накалять и пытаться каким-то образом пропушит линию но пока у него это не получается это провал бруда не выигрывает линию бруда терпит брудаю и не проигрывает стоит сказать 6 панетворцу бруда 6 панетворцу бруда и вот мы видим в этот момент просветили опять envy в этот момент вот через 20 секунд на сегодня на второй карте vp против liquid по тубам а уже купил дизолятор да у нее вообще ничего нету мягко говоря тут годы у него просто есть пучки которые ничего не делают энчантрас и энчантрас на этой линии вообще ничего не боится то есть принципе должно было быть как это рлены пушит линии потом убегает фармить вражеский лес но здесь это даже с линии не справился и энчантрас доминирует так тут я думал будет вкатываться не стали подходит из калибур на центр начинает гонять усмайла усмайла есть поддержка в виде ветра верны и сталкера экскалибур подрубает ультимейты стоит нападая на ветра вверх плохо фиру очень плохо но спокойно улетит все-таки отсюда а ну и в итоге экскалибур нужно переключаться на на тавр что ли есть подкил знаешь что здесь наверное не один рор есть рор есть можно пасть не представляется скалибру больно крит вот так сдалека и рор сейчас будет в крита возможно нет крит убежал спалился ахайо есть подкил атех ну и они даже там не заберут не даже тавр здесь не заберут то что сейчас закончится просто-напросто ультимейт экскалибур да им надо уходить они тавр даже толком не побили они стянулись четвером в мид ничего не смогли сделать надо убегать надо искать какие-то другие таргеты на карте да а юниорс в это время пошел и в соло забрал вышку снизу юниорс оказался полезнее этих четырех гражданинов и вкатывается пары артизи много порубил крипов артизи на развороте будет ли драться но есть любом случае под сейв здесь от фира и можно не переживать что паучка заформил ничего артуру тут не сделали нападает на бисмастера да хайо у нас никуда отсюда не денется юниорс может бегать под вышкой из-за того что у него имеется хилл и пока егэ полностью доминирует полением чтобы не пытались сделать фнатика они просто не понимают но играть так гристикира и взлетает и и маны нет у энви паучками пытается загрязь выжигра по тавр по тавр фир на бахну за хопа вот на хопа и выживает фир четко может право может его как-то подождать здесь что-то придумать много чести саппорта интерверни просканили до знают ну а куда он еще денется зачем вы его сканите черт побери он же бегал очень долго он пошел убивать пошел убивать и убьет нашел не видит не видит не видит бить жди бить раз а клинтон стой под тавром дети прошу не ну пошел он еще байтит энви если вылезет из этого просто от артизе получит два баши и умрет тайными стал чтобы стоять и фармить на линии продолжает бегать и заниматься очень полезными вещами прям супер полезными вещами и время универсу могут убить юниверсу могут убить через сифон диджей сбил т.п. убьют наконец-то конец доминейтинг но универсу уже совсем занаглел поселился под т2 и рит я буду здесь всегда эта игра слишком скучно уж слишком просто мы вас разнесли на просто как на прошлой каточки и пока вы играете все замечательно у них тролль топ-1 по нетворсу сикер топ-3 единственное кто их догоняет это с профит и где-то там в конце находится eternal envy в борьбе между мидерами и кэри и офф лайнерами ну и прямо сейчас игре могут просто пойти и запустить очередную вышку вместе с энчандрос это мало кто что предъявит совещать на теки были бы возможно рада подойти на центр и забрать т1 с ультиматом дэспрофит но как-то они пока не слишком уверенно это делают и собираются идти смог вылазку ого и куда когда на топ иду кэри забрать тролля но довольно неплохая кстати идея потому что далеко сейчас артур если в лесу его поймают то можно делать этот фрага экскалибр здесь же диджей у вернется ли они уворачиваются анген визите артизи по товар артизи есть булыжники это минус должен быть да от красиво а очень хороший ганг этот момент сразу же показался бисмастер на миде сразу же начал пушить выщиху намекает что возможно ребята нападут на центр и в конечном итоге егэ не угадали с нападением кстати да все хорошо экскалибр на первом месте по нетворцу молодец хорошо ганганол добирается почти почти дегеула и энди забирает ауэр и забирает ауэр 3 600 нетворца по чуть-чуть по чуть скоро выйдет все-таки он дизляторан юниверс еще раз напали еще раз убили ну юниверс он как-то вот так продолжает стоять здесь один он не чувствует опасности хотя очевидно что забрать его очень и очень легко если придет три или четыре героя и пора бы вот завязывать зачем да он на фиде уже довольно довольно достаточно зачем пушит этого снизу одному если ты можешь напасть на т1 в центре и на т1 сверху причем там стоят варды юниверс завязывай юниверс сделал уже вторую подряд по сути ошибку если первую еще много было списать там не ожидашь три героя будет а вторую но это же было очевидно что прилетать полетят тебя и убьют тем более многого то не нужно так сикер выходит понемножку в машину осталось чуть-чуть совсем эта игра не будет такой простой для и г несмотря на то что ну бруда совсем пока бесполезная ну да я согласен пока они начинают только-только разгоняться благодаря убитый тир-1 вышки сверху в рда теперь может занять вражеский лес и каким-то образом фнатикам нужно сейчас похалдиться и подождать пока и на фарме хотя бы один слот смотри вот отыграли почти 200 тысяч отыграли фнатики по экспе вышли вперед и тут же смог ганг и тут же смог ганга посмотрим что они продемонстрируют выход вид либо в чужой шрайн никого там не видят но могут быть сейчас и универс и универса видели и универс и универс очень быстро должен погибать сумаил спалил 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 смоил юниверс успел включить хил но этого не хватит моментально сбривает по лайдах и лома фнатики молодцы 3 смерти универс подряд и вот весь его довольно неплохой старт когда он все гонял он идет поток коту под хвост да и чат раз очень хорошо пробивается за счет медальки и за счет хила дала броню не очень мало получает урона очень много и тут и временем бьем ахая дает неприятный момент фир просто из лесу нажал как бы надо поосторожнее потому что здесь цепляет чуть-чуть уже бежать уже бежать от всем-всем бежать на всем надо бежать и почему почему он еще остается скалибур надо всем учиться скорость света ребят вас будет цеплять сейчас они делают паут скалибур крит за ночь может обойдет крит дальше . он старается позвольте не достать ну там вообще-то не успевает не успевает бежать секер ну плюс-минус нормально один фрак сделали отдай только одного без мастера при этом ничего плохого для фнатиков не случилось и можно дальше играть с моим покупать себя масштаб и за счет него будет отлично разгоняться там в основном великолепный артефакт для него так уже понемножку выходит в топ по net force он второй проигрывает только артура сейчас обогнали уже экскалибура но от энви вышел на четвертое место с шестого поднялся набошел юниверса после этих трех смертей юниверс подряд и энви уже какие-то артефакты имеют тут тюрень и мартизи находится вражеском лесу вместе с мое давно сюда не заходили фнатик и может быть опасно для артура увиделись ахай с артуром разбежались разные стороны моментально одни вторые появляются в саппортов команды фнатик плод и диджей приобрели ну дазл два фрага сделал доволен дазл понимает что его хил четвертого уровня это очень-очень крутая штука как ни крути особенно с медалькой да дамажит жутко дважды уже стал свидетелем этого юниверс ну и по-моему втроем здесь не злойте особо нечего его соло убил фир похоже на то его соло убил фир да просто покажите фира чего у него в кулдауне засолил короче энви сам себя в соло убил фирму просто дал курсу и пласт и все и пауки убили щит хэпенс чайно шин выпускать соло витрови верно убивает труду сочувствовать неприятно сочувствовать команде и ну пути ну блин на самом деле больно твои пауки те же сгрызают ну как бы их можно не тащить вместе с собой как бы одного туда 1 сюда вообще отправить пауков на линию самому фармит лес там много чего можно сделать на бруде вот такой как так он как так вышло 1100 здоровья я все понимаю но пауки 1100 здоровья должны грызть очень долго не там еще splinter blast там еще арктик мне тоже на самом деле я не верю мне кажется там кто-то был просто быстро сделать это ладно черт с ним как-то потом после игры посмотрим это знаешь тот фраг который когда его не показывает ты вообще вопроса быть не может кто вообще мог додуматься что фирм пойдет соло убьет вина линии это же какой-то нонсенс ну ладно скалибр бкб пытается собрать файзы у нас eternal envy будут для энергии нужно слабак слабак энви нормальный брутмазер тапок покупают в минуте эдак на тридцатой до этот момент это ненужный артефакт скалибр должен забирать здесь вышку у него есть еул очень сложно напасть поплевывают по нему издалека сумаил побежал будет ли сейчас они в четвером они в четвером но ты всегда играешь 4 в 1 4 4 1 это факт тут бегает крит крит сбить тп ахая так она есть ахая минус моментальный дальше ловить людей скалибр будет ли чем сбить нет успеет на скалибр забили поймать пайлайдая пайлайдая здесь понятное дело тоже отправиться на отдых к себе на базе выиграет еще несколько секунд врага добыть наверное арту так и есть даблкил артур сумаил фармит энви фармит на топе линии в общем пока все это время они убивали команду энви энви вместо того чтобы идти и забирать т2 спокойненько фармил лес ни в чем себе не отказывал ну да ему нужно какие-то артефакты на самом деле изолятор уже есть вышку то можно бить довольно легко я согласен то есть я вообще бы сказал что вот такой пуши не работает если брудмазер не забирает ничего то есть если мы рискуем своей жизни если мы подходим и деремся 4 на 5 под вражеской вышкой то брудмазер нужно хоть что-то забирать иначе это просто входит категорию коллективный фит да на самом деле ты играешь действительно 4 человека ты знаешь что у тебя бруда должна пока ты навязываешь какую-то битву даже если ты проигрыш брода брода должна забрать там т2 какой-то не знаю подойти к т3 поддавить что что-то ну хоть что-то да сделать да но когда на фармить лес ну блин окей патч 76 ребята в лесу много денег не заработал саша яша на тролли кликают на энви уже думать о том как бы на него можно было выйти артизи просто играет по гайду нончика и все у него хорошо из каких-то излишеств все правильные артефакты против бруды работает мы видели прекрасно против всех принципе работает вообще против всех 5000 голды за игре и вот теперь мы видим как это ленге показывает мастерство пушками конец товар должен был упасть намного раньше на 20 упал но и сейчас надо паучку увести что смайл смайлы будет творить очень сильно еще очень быстро пока бы будет делать смайл бегать здесь ахая пытается найти мы реализация этого шагу блэйд за игру помнили еще ни разу просто побег пробега в этом шагу блэйди единственное чем делать пытался убегать крыла его просвечивали убивают директа с брутой в команде шага будет уже выглядит не очень круто там блинк возможно или что-нибудь для улучшенной инициации атак а так видно еды и без мастера на одном центре так но и г они никого не торопятся у игры естественно имеется кэри энчантра стролли сигера они будут очень много-много фармить особенно если они выйдут лейт то там шансов вообще не оставит ни деспрофит не той же брутмаза и соответственно если фантики вообще ничего не предпринимает то уверенно идем и фармим всю карту юниверс проверяет рошана катапульты и пока там никого нет сумма очень аккуратно пушевый центр и после этого думает о том как бы перетянуться наверх ну ты видишь в этой игре когда ничего не происходит гигане разгоняется да и г пока еще боятся бегать там далеко в чужой лес у них конец поэтому когда идет затишье по фнатики в принципе подфармливать довольно неплохо а это фармить леса в виде более-менее нормально экскалибра идут дела в энви стоит на своей линии бьет крипов вышел уже на топ-1 в своей команде как бы да и отстает только от тролля полный творсу то есть пока более-менее более линии 5 герц не проигрывают очень много но зацепиться все равно ты знаешь смотрю я на это и вот не покидает меня ощущение безысходности что ли я не знаю я не совсем понимаю как должны фнатик выиграть эту игру ну вообще по идее брусмазер дизлятором нападает на рошана забирает айгис и после этого ребята идут кушать пока не так это выглядит то есть вирту со с этим прекрасно справляюсь чинин вертуса а ликвиды и мы видим как мазика вообще пофигу на этого рошана и рошан достается игры я есть такая тема на дата бафе как хит-мапы да я после игры реально зайду и посмотрю мне просто кажется что вот энви в этой точке тусуется ровно 22 минут не туда не сюда не на самом деле иногда это имеет смысл ну блин посмотрите как играет на нем а тумба мэн он перетягивается он забрал одну вышечку тут же пошел на другую вышечку там сеточку сюда сеточку туда и потихонечку все выше а тут ты можешь вообще спокойно бегать по пяти шестым части карты не боятся что на тебя нападет бруда потому что ты знаешь где на сто процентов там он там фармится у лесов и ровно забираю что два парни себе лес мы заберем т2 пойдем заберем еще одну т2 заберем рошана пушим линии и пока будет формить максимум наших кэш ну эрспири снизу пытается сделать какое-то подобие спидпуша старается показать энви что конкретно ему нужно делать но энви по-прежнему старается что-то сделать в вражеском лесу хотя сверху там давным-давно те давышки не давным-давно отсутствует надо перемещаться уже перемещаться занять вот этот вот лесочек с тремя спаунами сэнштами справа постараться там то что там ты цвета 2 тавра можешь грызть и на нижней и на мид линии вот я думаю сейчас прогонят отсюда джеки и он поймет что больше в принципе здесь делать нечего надо уходить и как-то уже не знаю на команду чуть поиграть пора в пара-пара там снизу подходит бисмастер начата пушит линии и тут же его команда ну возможно захочет его поддержать момент неплохой снизу героев очень мало бисмастер наглый начинает пушить вышку и команда подходит команды так прямо в сумоке перетягивается вниз а даже без смока диджей просто идет крит просветка доставка вынуждена орать на крита сума ил рядом булыжник хороший по-двоему крита проблема пристали с юниверсу юниверс сейчас умрет универс может умереть ай хорошо юниверс есть под сейв экскалибр под рапчером экскалибр включает бкб дальше пытается писать юниверс жизнь и вот она курса ухая бьет экскалибра на самом деле это курса нет не в атаку а в защиту в первую очередь ну два ульта потратили играть чтобы засейвить свою инчу данным сказал что более-менее фнатики немножко ошиблись тем что бисмастер не сразу увидел энчантерс к сожалению это понимаем думал что скорее всего они будут убивать на сталкера но в решающий момент энчантерс прилетела и весь фокус пошел не он я сейчас смотрю на мини карту и ахая просто маякует уже пятый маяк бросает на да я культа арту он маякует на и маякует 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 на братан помогите пытается убивать артизи 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 может подраться может подраться может убить и временем убили что в принципе имеет большого значения артизи пытается зарубить кого-то но баш прошел он два раза должен умрет он умрет умрет второй раз скорее всего вот артизи он с энви решил посоревноваться кто кто больше умрет за одну минуту пока артизи лидирует два раза он успел погибнуть самом деле команда вся перетянулась в лес артур слишком самонайденно побежала его поймали и это очень хорошо это все-таки герой которого топный отворс я отгоняют его 19-18 воротам кстати ведут на 1 ватт больше ставили имеется ссор крест у крита критик передовольны и плохо спасает свою команду от фокуса кабанов там без мастера и тоже бродмазер и игре потихонечку готовится к тому чтобы можно было один момент пойти и резко надавить на противника и для этого нужно просто купить блэкинг-бар на сикере и можно идти а бкб будет через 500 голды здесь преимущество очень маленькая кстати гигану нереально маленько уже есть уже есть простите он старше да то есть даже по игре у них было намного больше тут еще эфир пошел умер отдал стрики преимущество уже вообще тысячи с копейками вот как-то артур на фидеал потом еще отдал бы отдал айгис потом еще отдал себя теперь еще эфир сюда подошел тоже погиб и нужно прекрасно понимать брудмазер погибает да окей здорово но при этом у егэ погибает тролль который имел намного больше чем брудмазер и соответственно таки получает намного больше да да бруда по чуть-чуть по чуть уже приближается к этому троллю она пошла в свой лес она никакого импакта на игру вообще ноль с бкб сейчас он пойдет драком сейчас он пойдет драться потому что у него появилась бкб на данный момент 26 минут эндри в игре его просто нет думаешь играет команда без него ахая отрабатывает ну скалибр дим ну а что делать но если не пойдет то что делать что он будет делать с бкб с бкб это не формишь лучше с горя вообще не знаю то есть бкб здесь вроде бы конечно неплохо смотрится да хороший артефакт но там руб тура бкб пробивает тролль тебя бьет с руки энчантос накидывает тебе импетуса чистым уроном мне кажется эндрии не захочет он скорее всего какую-то линку себе еще на фарме чтобы вот наверняка на верочку чтобы никак его не смогли поймать да и похоже похоже на то давай по маяку и куда-нибудь скажи пора у нас он хотя бы фармит точки пожирнее чем для этого да 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 но сейчас уже можно слабо все таки как ни крути больше денег ну что ж так папчик зайти просто фармить из своего леска депру да нормально люди люди будут на тебя маяковать в шахая маякует на него но он не обращает внимание продолжать пар ну и скоро обойдет уже по фарму артизии на самом деле да пока стояли сверху подошли г нужно кому-то срочно тп вниз и отпушивать без мастера очень нагло телепортируется на и сталкер и на сталкера можно принимать если навалиться всем не один и тут очень много пытаясь нет улетела улетела хорошо красавчик красиво появился курьер дайровский тут же несет что-то что ты знаешь это то ли фнатик так хорошо играет то ли г как-то вот слишком взяла неуверенно медленно тянут резина это это еще застакалась просто и фнатики вспомнили что они умеют играть реально 4 плюс 1 хорошо реализовывать 4 плюс 1 реально они реализуют хорошо течет 1 он фармит я все еще имею надежда что вы выйдет и в решающий момент ключит бкб это будет шоке и все бы хорошо ну не зря же он формил правильно правильно бкб это очень хорошо ахайо можно цепанить юниверса издалека ахайо поймали его хай в сайденс и проблемы у хай огромные хай умирает до драки ворвался экскалибур получает курсу надо убегать отсюда от него артизии в бкб бежит за это сгры скрыт а артизи дальше за и артизи сэм виния так не подраться сумаил рядом артизи просто делает и по аута сума говорит 1 и 2 1 и 2 бежит за сумаилом подходит сумаил умрет потому что здесь много людей если вы ничего не может сделать сушит минус 3 минус 3 даблкил делает диджей и затащил красавчик вверх поворачивается и далеко-далеко сбежал диджей и вот так вот вот они бкб на экскалибри в первую очередь который ворвался и сразу растерялись и га не понимали что делать там уйти не получилось и можно сторону забрать там был очень неудачный ультимейт в интервер на дэс профит он как бы дал ультимейт на результате никто дэс профит не бил дэс профит все это время стояла и накручивала духом и в конечном итоге экскалибр на дамажу что падает т3 отойдут наверное все таки внатки тяжелось хотя пойдут и га будет пытаться как поймать экскалибр на футбол продать это очень неприятная смерть конечно будет лучше спастись остальные ваш ваш поймали еще пайлайдая крит пытается его рубить рядом диджей подсейвить должен должен постараться это булыжник отбросить главное чтобы самому не спрячь как хорошо сыграл полетай ну полетай никуда тут не уйдет хотя полетай да потеряли еще и полетая зарубил его артезии ловят еще и диджея диджея нет укатился укатился крит все забил двоих добрали и га остается впереди т3 потеряли это важно и рожан забирает сейчас прям прям сейчас да не самый удачный тайминг для фнатик отошли бы чуть пораньше захалдились бы напали на рожан рожан бы тут же погиб а теперь можно сказать что вот пока то три особого преимущества для фнатик не дает фнатики сейчас не могут пойти и забрать вражеские святыни из-за эгиса фнатики сейчас скорее всего будут бояться поскольку у нас там с эгисом тролль тролль будет убивать и соответственно теперь нужно потерпеть адрес пропит не любит терпеть она любит нажимать ультимейт и забирать твара по кулдауну да не знаю что дп сейчас ультимейта нет и стараются даже можете кто-то подпушить немножечко линию очень далеко сейчас находится отсюда есть это правильный руль и я сейчас очень нагло играет на самом деле ультанули фира фир просто засейвился еще чуть-чуть но недолго ему осталось живет фир живет живет фир погибает экскалибур есть грейб убегает все от экскалибура экскалибур далеко умер сейчас если залетит какой-то импетус он может и умереть здесь как же ты оказался на хай граунде на лук граунде простите сейвит его диджей диджей просто просто не коллег диджей просто отец этой игры как же хорошо он сейвит как же хорошо он рвается наперед тут же успел поймать в интервент который хотела дать на передовую свой ультимейт и тут же уничтожили фира фир ошибся диджей огромный молодец смотри на его артефакты смотри на его артефакт ну это вот это крутой игрок у него 408 для такой пожалуйста диджей если прошло время мы его флейм или потому что было за что с его этим сайлансом на клокверке то здесь пока бажут и не собирается отсюда уходить у них сыра эгис и они сейчас дождут сфера там нету экзорцизма не зайдут они будут драться почему почему будет ну вообще рискованно если честно ну не знаю что рискованного сыра эгис а чё делать-то бегать фармить вот фнатики стоят сейчас диджей нужно будет выкидывать диджеей диджеей без байбэка просто погиб на ровном месте похвалили дима похвали как обычно вообще зачем он стоял на передовой неясно у него имеется блинк он может стоять сзади он может закидывать кого-то да его задача это провал ой-ой-ой это не сторона может быть даже минус две стороны прыгает на артизе забрала эгис энди грызет грызет еще крита сумаила пытается сгрызть сумаил едва живой кушать сыр на развороте есть под сейв энди закончилась бкб энди есть рейв на него бла залетел он и пытается грызть крита еще крит едва живой энди получает еще несколько импетусов погибает без байбэка eternal envy конечно же ну вот она драка от бруты которая фармила 33 минуты никого убить не смог калибур засовывался только геулом сейчас одну сторону иго снесли отойдут перегруппируется сейчас подхилятся можно вернуться 55 секунд без бруты не ну вообще как бы с эрспиритом они могли действовать они могли кого-то кидать камешек они могли выкидывать его по т4 они могли там все дружно его убивать под святыней а в результате диджей похоронил любые шансы своей команды на защиту пытался драться на самом деле он реально пытался что-то сделать не вышло сейчас придется просто бил зачем-то герою которого был сыр вот а это герой по-моему передали сыр прямо во время драки экскалибур и просто разорвали без байбэка вот и все через бэкдор протекшн пробивается егэ закончился бэкдор протекшн на нижнюю линию они будут перемещаться 18 секунд до энди но это не имеет значения глобального потому что мы видели уже что на энди в принципе егэ в драке по большому счету не особо обращает внимание они кайтит его отбегают и ничего ты не сделаешь вторая сторона упала егэ отойдут немножечко перегруппируется и пойдут закачивать эту игру график в студию график да вот так вот за две минуты где-то за 3 плюс 10 тысяч лига легкие редки началом и до конца что делать стоит формить на базе вообще нет смысла но с двумя снесенными сторонами вообще ничего ловить как бы бурды толком ничего не появится в ближайшее время вы рассчитывать на гиперлей тоже не имеет особого смысла учитывая что и годом все герои сейчас будут фармить всю карту одеваться с базы тебе выйти будет очень тяжело брудма за этим паучками будет очень долго по учитлению и нужен риск нужно елогейминг решающая атака пойти где красиво умереть и закончить тут мы видим у юниверса появляется линкин сфера он уже готов к любым инициациям без мастера дальше на stalker который кстати очень скоро зафармить его гейминг пойти захочу как ты себе представляешь его нажмите на смог нападите на противника неважно где умрите красиво и напишите гудгейм потому что сейчас они уже все они из базы вряд ли выйдут тут на stalker очень скоро купить себя гоним и будет очень тяжело подойти к егэм особенно когда у них еще будет и гем на най сталкере и не знаю по моему фнатики все фнатики сдулись до как бы можно подэффить конечно никто этого не отменял такое смотря не идут и жили смоки без мака занимает позицию заранее раскидывает сеточки но тут надо побольше конечно сеток самом деле мне кажется что его могут сейчас не спешить не так как и сделали это мы стоим на первой карте обсуждали что прям самая скучная команда турнира они будут постоять сейчас до 5-6 минут забрать еще одно рожаной сыр и тогда пойти закончить да они так могут они скорее столько и сделают процентов выиграть игру если в прошлой игре можно не было подобраться хоть как-то то здесь мимо на и stalker ночью ну просто не пройти все можно уйти вышку вы не защитили чисто здесь имеет смысла я пошел и пошел драку и они живет и башки скале вот пошел и тоже на самом деле да фнатик покидает турнир поймать становится первой команды который покинул а стоит сказать что да и должны были играть на этом турнире они в квалификациях вылетели вообще в полуфинале просто отобралась happy fit не получила визу команда которая играла против них финале тоже не могла во время клатч геймерс получить визу поэтому получилось так что приехали сюда фнатики ну если честно игра команды фнатика ставила удручающее впечатление ну честно говоря они единственное что могли нормально делать они как-то плюс-минус хорошо стояли линии там первые 15-20 минут ну да потом когда начинали начинались командные перемещения кому нужно было пушить вышку кому нужно было там заниматься другими вещами мы увидели какие-то непонятные вообще действия от envy ну и в целом как бы получилось все очень вяло финалочка вообще честно говоря была прохладной то есть я ожидал увидеть какой-то эпический замес здесь сейчас будут байбеки там мэр спирит подерется выкупится ворвется и так далее но вместо этого он просто умер на ровном месте и его команда ничего не смогла только-только мы начали хулить диджея который играл 4 0 8 саганила с хорошими шмотками а потом вот так вот подставляется и умирает просто в секунде за три баши ты же играешь против тролля человек который запрыгивает и с первого баши на рите здорово пока привет все ну бывает такое ну что егэ проходит дальше егэ будет играть завтра с ньюби где-то приблизительно в 16-30 завтра этот матч нас ждет матч за выход из этой группы победитель пары егэ ньюби попадет на виртуз про и я думаю виртуз про очень не хотят любом со чтобы там не играл даже даже если даже бульба да или не ну с энви наверно это другой разговор надо продолжать голосовать как это сделал например лек